Computex 2019 уже вот-вот начнется, и именно на нем мы узнаем, какими будут райзены третьего поколения, чем нас может удивить Nvidia, что планирует делать Intel и многое-многое другое. Однако он еще не состоялся, а уже имеются интересные новости, о которых стоит рассказать. И самое главное, это результаты тестов бюджетного Ryzen 3 3300, которые действительно удивили. Параллельно с тем Nvidia планирует запатентовать цифры 3080, 3070 и некоторые другие, а Microsoft обещают обширную библиотеку игр на Project X Cloud. Но прежде чем во всем этом детально разбираться и обсуждать, рекомендую подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали, и нажать на колокольчик, дабы не пропускать следующие видео, ведь ждет вас много всего интересного. Менее чем за сутки до официального показа райзенов третьего поколения появились в базе данных бенчмарка Geekbench результаты бюджетного, шестиядерного и 12-поточного райзена, который вероятнее всего будет называться Ryzen 3 3300. Хотя, конечно, есть вероятность, что это пятый Ryzen 3600, но в изначальном сливе говорится именно о 3300. И, честно сказать, не так важно, какой именно этот процессор, как то, насколько хорошо он себя показал по общим результатам. Новинка с базовой частотой в 3,2 ГГц и турбобустом до 4, набрала в мульти по точности 25500 очков, чем обогнала на 300 Ryzen 7 2700X и аж на 4500 2600X. Притом на что процессор не иксовый, а обычный. И, что характерно, даже в синглкоре он себя показал впечатляюще. 5061 очков против 4923 у 2700X и 4855 у 2600X. То есть, новый процессор, мало того, что неплохо так обходит своего соперника из прошлого поколения, шестиядерного 2600X, так еще и умудряется опережать Ryzen 7 2700X, у которого 8 ядер на 16 потоков. Это снова же нам прямо подтверждает прирост IPC на 20, а то и 25%, плюс доказывает, насколько же удачна технология чиплетов, еще и в сочетании с новой архитектурой Zen 2. А для тех, кто подумал, что это тот же самый Ryzen, который я показывал и в прошлых новостях, скажу сразу, нет, это разные процессоры. Да, тот тоже был шестиядерный на 12 потоков, но с другими частотами. 3,3 ГГц в базе против 3,2 у нашего. Причем, скорее всего, имеется разница и в турбобусте. Хотя, возможно, это один и тот же инженерник, который тестировался на разных частотах. В любом случае, я не думаю, что будет прям уж велика разница между каким-нибудь 3500 и 3600. Единственное, что смущает, это все-таки возможность появления шестиядерного Ryzen 3. Тут вопрос в том, какой же тогда делать ему ценник, чтобы и первое, и второе поколение люди все равно покупали. И именно поэтому, я думаю, что данный процессор все-таки какой-нибудь Ryzen 5 3500, а тот, который был в прошлых новостях, Ryzen 5 3600. Так, кажется, все вполне себе логично. Далее пойдет 3700 на 8 ядер и 16 потоков, который будет уделывать 9900K. А потом 12-ядерный 3800 и 16-ядерный 3850 или же 3900. Но об этом нет смысла говорить, просто потому, что уже менее чем через сутки все станет официально известно. Интересно то, что производительность действительно оказалась крайне и крайне впечатляющей, и теперь нужно лишь узнать стоимость данных новинок. Все-таки на выходе Ryzen конкретно первого поколения были не так уж и выгодны в плане покупки. И потому нельзя было сказать, что именно при появлении самых первых Ryzen, которые еще и работали недалеко не со всей памятью, был прям какой-то успех. Плюс еще и ценник не особо-то и радовал. Поэтому в данном случае мы вполне можем рассчитывать, как минимум, на не самую демократичную цену. Хотя, конечно, и с другой стороны, AMD знают, кто их потребитель, и понимают, что зачастую берут их именно для бюджетных или средних сборок. И поэтому, как минимум, вот эти вот начальные процессы, Ryzen 3 и 5, должны быть за нормальные деньги. Баксов 150 за 3300 и баксов 200-250 за какой-нибудь 3500. В таком случае, может быть, все более чем логично. И кажется мне, что все-таки 3300 будет на 4 ядра и 8 потоков. Ну да ладно, интересно, конечно, что вы думаете по этому поводу. Напишите свои мысли в комментариях. А также сейчас появится опросник, которым нужно выбрать, верите ли вы в то, что Ryzen 3-го поколения будут действительно дешевыми. Поэтому обязательно голосуем. А я перехожу к новостям от Nvidia. Компания Zotac уже подготовила первую низкопрофильную видеокарту на базе Turing. И ей станет GTX 1650. Что, в общем-то, никого не удивляет. Однако, прежде чем рассказать о подробностях данной видюхи, хотелось бы порекомендовать вам зайти на e-каталог, перейти в раздел комплектующих, а именно к видеокартам. И при выборе 1650 неплохо так удивиться тому, что уже сейчас имеются предложения от 11000 рублей. Это, в общем-то, ровно столько же, сколько и 1050 Ti стоит прямо сейчас. Однако, получите вы уже действительно видеокарту на базе GPU Turing. А если вдруг не нравится Nvidia, имеются и 580-ки за те же 11, 12 и чуть более 1000 рублей. Конечно, это более адекватный выбор, но тут вопрос в том, какой вы собираете компьютер. Вдруг будет упор в блок питания или еще что. Короче говоря, переходите по ссылочкам в описании и выбирайте себе комплектующие, а также другие товары на e-каталоге. Ну а что же касательно нашей низкопрофильной 1650, кроме небольших габаритов и маленького веса, особо нечего и выделять. Частоты стандартные 1485 МГц с бустом до 1665, 4 гигабайта памяти GDDR5. И что интересно, наличие всего трех портов для мониторов, HDMI, DisplayPort и DVI-D. Ну а самое главное, в комплекте у вас будет как и стандартная, так и низкопрофильная монтажные рамки. Притом стоимость такой карты будет на уровне 170 долларов и показать ее должны будут уже на Computex 2019. И чисто из-за того, что вот такую вот видюшку можно будет поставить в крайне компактный компьютер, мне кажется она может оказаться интересной. И ладно бы это, но нет, NVIDIA все-таки напряглась из-за того, что следующие видеокарты от AMD могут получить названия 3060, 3070, 3080 и 3090. Для них это выглядит как прямая конкуренция с карточками NVIDIA. И просто из-за того, что тут вы видите 3080, а тут 2080, вам кажется чисто за счет названия, что вариант от Родиона привлекательнее. И вроде будет и ценник ниже, и конечно совершенно другая производительность. Чего NVIDIA просто не может допустить. Им не нужна такая конкуренция, хоть и вроде бы владеет компания огромной долей рынка. Зеленые по-настоящему напряглись и юристы этой компании подали документацию на рассмотрение ведомства, которое занимается охраной интеллектуальной собственности на территории Евросоюза. Дабы зарегистрировать торговые знаки 3080, 4080 и 5080. Похоже на то, что действительно следующее поколение будет 30-ым, потом 40-ое, потом 50-ое и так далее. Насколько это логично? Вопрос отдельный и что они будут делать в случае с 16-ой серией? То есть получается, что мы в следующем поколении получим 3080, 3070 и какой-нибудь еще 3060 плюс TI-варианты. А младшие видеокарты будут типа 2660 и 2650? То есть как-то совсем непонятно и кажется, что логика маркетологов уже давно где-то утрачена. А то, что еще и подается заявка на регистрацию таких вот торговых марок, то есть грубо говоря просто 4 цифры, дабы не позволить AMD выпустить карточки с такими названиями, это как по мне совсем бред. Получится ли сделать такую махинацию, вопрос отдельный и сможет ли это все поднасрать AMD, тоже стоит подумать. Тем более никто еще не сказал, что карты Na'Vi будут действительно так называться. Возможно это будет та самая 600-ая серия RX, которая тоже логично впишется и никому никак не помешает. А может вообще AMD так прощупывали почву, сливая фейковые названия карт, чтобы Nvidia напряглась и вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно нужно, заставила юристов придумать, как запатентовать названия для следующих поколений карт. Да, не спорю, звучит бредово, но и в жизни часто получается настоящий бред. Снова же интересно, что вы думаете по этому поводу, так что будет и опросник, и конечно же пишите комментарии. А я бы хотел рассказать о проекте Microsoft под названием xCloud. Для начала стоит объяснить, что это система потоковой передачи игр, которая будет готова ориентировочно в 2020 году. И самая главная идея в том, чтобы вы смогли абсолютно в любом месте поиграть в консольные игрушки. В качестве основы системы выступят сервера на базе Xbox One S, а также естественно облачный сервис Azure, который теперь будет использоваться еще и компанией Sony, при том, что это изначальная разработка Microsoft, и в принципе всем сервисом владеют мелкомягкие. Да, наверняка вы слышали о данном соглашении между Sony и Microsoft, а если нет, то вкратце, Sony поняли, что стриминговые технологии куда более развитые у майков, и поэтому обратились к ним, дабы развивать данное направление. И поэтому теперь Azure будет использоваться и японцами. А xCloud предоставит возможность облачного гейминга, который, как утверждается, позволит воспроизводить более 3000 с половиной игр с консолей аж трех поколений. И что еще интересно, сообщается, что в настоящее время в разработке для Xbox One находится более 1900 игр, которые без исключения смогут работать в рамках xCloud. Да, пока не ясно, какие будут расценки и как именно все это будет работать, плюс наверняка потребуется по-настоящему быстрый интернет и где-нибудь, например, в маршрутке или в метро. Либо будет высокая задержка, либо действительно не хватит скорости интернета. Хоть и Microsoft пообещали разработать грамотное API, которое будет требовать минимум трафика на вот такой вот облачный гейминг. В любом случае, посмотрим, что с этим будет, следим за технологиями и о консолях я всегда рассказываю на своем канале. Ну, как минимум, когда находится что-то интересное, хоть и стараюсь все это откладывать в самый конец выпуска. И да, на этом заканчиваются сегодняшние новости. Надеюсь, вам было интересно. Пишите снова же свои мысли в комментариях. Компутекс я стримить не буду. И данный выпуск делал я достаточно быстро, чтобы успеть показать результаты Ryzen и рассказать о тех новостях, которые все еще актуальны. Пока не начался Компутекс. И еще, конечно же, вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылочка на которую есть в описании. Всем спасибо и пока!